Телеканал КРТ представляет Короче говоря, скоро исполнится 33 век с момента подписания первого в истории мирного договора, именуемого Кадежским, в котором египтяне и хеты разделили Сирию между собой. Однако тогда стимулы соблюдать договора были куда весомее, чем ныне. Цитата. Что касается слов на этой дощечке из серебра, для страны хеттов и для Египта, если кто-нибудь не будет блюсти их, тысяча богов страны хеттов вместе с тысячей богов Египта опустошат его дом, его страну, его подданных. Конец цитаты. Короче, пробирает. Но, видимо, в связи с отсутствием тысячи карающих богов, нынешние договоренности по Сирии внешних игроков не выполняются. Почему так происходит? Почему турецкая и сирийская армии столкнулись между собой, а не с боевиками? Состоится ли еще один тур переговоров между Эрдоганом и Путиным? Мы поговорим с политическим экспертом Русланом Бортником. Добрый вечер, Руслан. Здравствуйте. Давайте вот начнем с того, что вроде бы в рамках договоренности между Турцией и Россией, как-то на карту внесены разграничительные линии, где у каждой из сторон, у Турции, у Сирии, у России, которая поддерживает Сирию, есть свои зоны, скажем так, сферы влияния, зоны ответственности, патрулирования. Почему столкнулись сирийская армия и турецкая? Ну, потому что все-таки разность интересов продолжается, и те перемирия, и те предварительные договоренности в рамках Астанинского, в рамках Женевского процессов, которые раньше наблюдались, они были временными. Это были перемирия, это не был мир. Ключевой процесс запуск новой конституции, трансформация Сирии то ли в регионализированную, то ли в федерализированное государство, ключевые политические процессы до сих пор не запущены. Из-за этого любой мир, любой мир, любые новые разграничения превращаются просто в перемирие. То есть кратковременную передышку пока одна из сторон не посчитает, что она накопила достаточно силы, чтобы снова подвинуть эту линию. Ну, я сразу скажу, что почему всегда сложно в Сирии в ходе всей войны было определять, сколько кто контролирует, потому что всегда были некие союзные племена, которые заявляют о своей, например, лояльности Асаду, но просят на их территорию не заходить регулярно. Или наоборот. Или наоборот. Мы помним поражение, захват исторической памятники, вот вылетела Пальмиры II, который произошел в силу того, что одно из союзных племен пропустило ИГИЛ. То есть, ну, мы передумали, мы теперь будем с ними сотрудничать. Таких эпизодов в Сирийской войне, когда те или иные региональные власти, фактически региональные, автономные такие квази-государственные образования. Ну, племенные союзы. То есть, племенные этнические, религиозные союзы переходят на одну или на другую сторону масса. Особенно их было много в части вокруг Дейер-Дзора и возле Израиля, на границе с Израилем. Там все вообще было завязано в этих племенных союзах, и там освобождение этих территорий, присоединение в осадовскую модель управления было обусловлено как раз в основном переходом этих союзов на сторону Дамаска. И, Руслан, последний вопрос, но, может, он самый важный. Я вот анализируя, ну, та, которая является в доступе, в переводе, там, турецкую прессу, какие-то заявления турецких лидеров, создаю впечатление, что главная проблема, которая сейчас существует, это в том, что Турция, официальная, так сказать, Анкара, не до конца понимает, какой будет, какова будет роль Турции в этом регионе после достижения мира. Останется ли ее войска на территории Сирии? Или это будет некая автономия турецких или туркоманских, как они говорят, регионов, так сказать? Какова их будет участие в парламенте и в правительстве вот этих сил, так сказать, контролируемых Турции? У Турции нет пока у самой ответа на этот вопрос, поэтому она воюет, пока воюется. Две проблемы сегодня в позиции Турции. Это первая, Турция настаивает фактически на федерализации, даже конфедерализации Сирии. Только такая модель позволит вот этим протурецким, туркоманским, как вы говорите, силам сохранить свое влияние на сирийскую, общесирийскую политику, сохранить свою контроль за регионами, приграничными регионами с Турцией. И вторая проблема, проблема курдов. Несмотря на то, что Турция хочет федерализации, она против автономизации курдских регионов. Она против того, чтобы курды контролировали власть де-факто, хотя бы на уровне местного самоправления, в тех регионах, которые они контролируют. А по разным оценкам сегодня курды контролируют 15-25% сирийской территории. Все там Рака и все, вот эта часть, которая богата нефть, все там они контролируют. Поэтому вот две проблемы, которые пока что ответы на них они не могут политически выработать. Из-за этого ситуация общая движется просто к военному решению этой проблемы. То есть, если новые соглашения не будут соблюдены, то, скорее всего, я думаю, что ситуация будет решена военным путем и не в интересах Турции. Ну, я надеюсь, наши зрители будут продолжать отслеживать эту тему и в перерывах между международными панорамами. А это был Руслан Бортник, политический эксперт. Благодарю вас, Руслан. О добрый день. О добрый день. Пока. Продолжение следует...